Мягко светился кухонный абажур. Маленькая Таська, высунув язык, сосредоточенно скрипела фломастером по альбомному листу. Из комнаты доносилось приглушенное обормотание телевизора. Кондрат Иванович смотрел новости. За окном стемнело. Не видать было ни поселка, ни реки, ни колоколов в небе. Олег наклонил тарелку и со стуком вычерпал ложкой последнюю лужицу борща. «Спасибо, Заянька, это было прекрасно». Он сложил ладонь лодочкой, смахнул в нее хлебные крошки со скатерти и высыпал в пустую тарелку. «Папа, какой-то странный сегодня», – произнесла Таська, не поднимая головы от рисунка. «Да, мам». Олег недоуменно обернулся на нее, потом перевел взгляд на Зою. Зоя сидела все так же напротив, сложив руки на коленях. Олег понял, что все это время она так и сидела неподвижно. «Может, ты нам что-нибудь расскажешь?» – произнесла Зоя странным тоном. «Что? Как прошел твой день?» – медленно и аккуратно выговорила Зоя. Олег поставил тарелку в мойку и включил электрочайник. «День как день», – он пожал плечами. В мастерскую опять два грузовика притащили с погоревшими моторами. Митяй говорит, под белозеркой подземная молния все пережигает. Ну, бред же. Весь день возились, обмотки перематывали, починили. Мы бы и до темноты управились, но мне на пару часов пришлось отъехать. Позвонили с шахты, там свет пропал, что ли. Своего электрика, понятно, нет, а солдаты не умеют. Ну, я сгонял к ним. Оказалось, в щитке от автомата провод отгорел алюминиевый. Его когда-то на медь привинтили, дебилы. Зоя негромко ахнула. «Ты ездил на шахты?» «Ну да». «Спускался в заброшенную штольню», – произнесла Зоя шепотом. «А что такого?» Зоя закрыла лицо руками и схлепнула. «Заенька, да что с тобой?» Олег хотел обнять ее за плечи, но Зоя испуганно скинула его руку. «Не прикасайся к нам. Тебе на нас наплевать. Как ты мог? А если в тебя заселилась тварь? Если ты уже не человек? Сама ты не человек», – разозлился он. «Это же не парабельский колодец. Это контролируемый объект. Там свет горит. Гарнизон, солдаты, караулка. Все под контролем. Какие твари?» «А Митяй небось не полез. Тебя послал. Да мог и Митяй. Какая разница? Но поехал ты!» Олег глубоко вздохнул и шумно выдохнул. «Зоя, тварь может селиться где угодно. В бабу Лену на огороде» – прыгнула из норы. «Да только ты, наверное, забыла. У меня как раз чип, в отличие от всех вас». Он подтянул в левый рукав и поднес к ее лицу запястье, где под кожей сияло алым цветом и пульсировало красное пятнышко. Зоя отшатнулась, словно он сунул ей живого биомеханоида и выбежала из кухни, уронив табуретку. «Да чего ты маму довел? Ты мне не отец больше!» – крикнула Таська, захлопнула альбом и тоже демонстративно ушла. Митяй гремел ключами в глубине моторного отсека и глухо чертыхался, а наружу торчали лишь его ноги в промасленных штанах. Одна нога задумчиво сгибалась в коленке и снова разгибалась то ли в такт рукам, то ли в такт мыслям. «Ты слышишь меня вообще?» – нервно спросил Олег. «Слышу», – откликнулся Митяй. «А что молчишь? Я вечером домой приду. Как мне с ними разговаривать?» Нога напряженно согнулась, в моторном отсеке что-то ляскнуло, и нога разогнулась с явным облегчением. «Все, поставил», – ответил Митяй, вылезая. Тросик тугой, не цеплялся. Он бросил на пол ключи пассатижи, скинул рукавицы и вытер ладони об штаны. «Зойка твоя, баба не глупая, а бабы чуют», – он внимательно осмотрел Олега. «На тварь ты не похож», – убежденно сказал Митяй. «Хотя только сутки прошли. Инкубационный период несколько дней. Беспокойство, рвота, потом галлюцинации, потом подмена в памяти. Потом забыл свое имя, и все. Личность распалась, пошел жалить окружающих». Олег отрешил. «Митяй, ты тоже башкой двинулся? Я в штольне был с комендантом и двумя автоматиками. Даже от лифта не отходил. Починил щиток и все». «Кто его знает, коменданта? Может, они всем гарнизоном давно превращены? Но я-то в своем уме. Я-то знаю, что на меня никто не нападал и не жалю». «Так на то и подмены в памяти». Олег стукнул кулаком по верстаку так, что во все стороны полетели отвертки и куски разобранного коммутатора. «Беспокойный ты какой-то сегодня», – нахмурился Митяй. «Рвоты не было». «Не было», – рявкнул Олег. «Бывает без рвоты», – согласился Митяй. «У Пискарева без рвоты было». «Послушай, у меня веймаровский чип», – не выдержал Олег, оттянул рукав спецовки и показал светящуюся точку. «Заладил чип-чип. Ну, повезло тебе когда-то. Теперь всю жизнь будешь хвастаться», – Митяй цыкнул зубом. «Да только чип не гарантия». «Не гарантия?» – вскинулся Олег. «А что тогда вообще гарантия?» Митяй не ответил. Он вышел на крыльцо мастерской, сел на старый аккумулятор и закурил, глядя в небо. Олег сел рядом на корточке. Они сидели и курили. Небо было ясным и светлым. И сегодня в нем было много колоколов. Гигантские перевернутые чаши неподвижно висели над городом, окутанные дымкой, словно пыльные. Из чешуйчатых колокольных раструбов тянулся пар, но до земли не долетал, рассеивался в атмосфере. Кто там говорил, что Геймгольдс, что ли, задумчиво произнес Олег, что это не пар и не дождь, а это они так свою музыку играют. Они же колокола, хоть и небесные. Какие? Небесные. Кто? Колокола. Где? Нахмурился Митяй. Вот же. Митяй внимательно проследил за его взглядом, и лицо его помрачнело. Пойду-ка я домой. Сухо сказал он, зато шивакурук и встал. Куда ты удивился, Олег? Полдень же. Пойду. Упрямо сказал Митяй. Надо так. Олег недоуменно смотрел, как Митяй сбрасывает спецовку и переодевается. И давно Митяй нервно взглотнул небесные колокола. В смысле? Не понял Олег. С эпохи инфильтрации. Это как давно? Олег уставился на него в упор. Митяй, тебя там в моторе никто не ужалил. У тебя не подмены в памяти? Инфильтрация до нашего рождения случилась. Когда вся эта дрянь на земле возникла. А потом? Потом паника и сопротивление. Патрули и зачистки. Потом привыкли. Жить-то надо. А колокола? Они на колокольнях? Вот же они в небе висят. Понятно. А облака где? Облаков сегодня нет. Сегодня нет, повторил Митяй. И надел кепку. Я тебя услышал. Олег рассверепел. Ты так говоришь, будто я тут один вижу колокола. Ты их фотографировать ездил на Эльбрус, где они огромные. Ты сочинения про них писал, выпускное. Ты мне дверь загородил. Митяй нервно облизнул губы. Можно я просто выйду? Ладно. Олег посторонился и протянул руку. Давай, до завтра. Митяй испуганно отшатнулся от протянутой руки. Он бочком протиснулся в дверь и, протиснувшись, вдруг бросился бежать. Кепка слетела с его головы, но он не оглянулся. Ключ не поворачивался. Дверь была заперта изнутри. Олег рассверепел и начал трезвонить звонок, уже понимая, что никто не откроет. Но за дверью послышался знакомый стук костылей. Лязгнуло, и дверь приоткрылась на цепочку. Из темноты коридора глядел тесть, лысый, с мохнатыми седыми бровями, в камуфляжном халате. Зоя, Стаси уехали, сказал он и опустил глаза. Куда? Кондрат Иванович не ответил. Врать он не умел и не любил. Боятся они тебя, сказал он наконец, что ты превращенная уже. Вы тоже меня боитесь, Кондрат Иванович? Майор, боевой офицер. Мне-то что уже, он покачал головой, за них сердце болит. Да вы сговорились, что ли, живого человека травить на пустом месте, степел Олег. У меня что, клешни по всему телу? Слизь капает. Как я могу вам доказать, что я не тварь? Что мне делать, справку принести? Справок о том не дают, вздохнул Кондрат Иванович. А что делать? Шел бы ты сам в штаб зачистки. Пока еще ноги ходят, и никого из близких не угробил. Так бы поступил я и любой офицер. А как иначе-то? Да я ни с кем не контактировал. Да у меня чип! Олег дернул рукав и сунул запястье в дверной проем. Чип светился. По лицу Кондрата Ивановича забегали алые всполохи. Что такое чип? Спросил он. Олег опешил. Чип лаборатории Веймара. Экспериментальный, защитный, несовместимый с тварями, которые испытывали когда-то на добровольцах, пока правительство не запретило. Такой же, как у Геймгольца, у Академика Павшина, у Маршала Демидова. Я, наверное, один во всем нашем городе. Покойников к ночи поминаешь. Перебил Кондрат Иванович. Геймгольц утопился. Павшин выпал из окна. Демидов застрелился. А сам Веймар... Да это когда было. С эпохи инфильтрации ни одна тварь не вселилась в чипированного. Они не могут напасть, если чип... Какой еще инфильтрации? Хватит из меня дурака строить. Взорвался Олег. С которой вы воевали и без ног остались. Когда левиафаны появились, колокола в небе и твари под землей начали плодиться. Твари? Ты правительство имеешь в виду? Твари, которые гусеницы, оборотни, которые жалят человека, растворяют изнутри, потом носят его оболочку, роль играют. Ходят превращенные. Кондрат Иванович все хмурил и хмурил брови. Гусеницы, твари превращенные. Как понимать этот бред? Олег замолчал. И вдруг до него дошло. То есть у меня бред? Воскликнул он. Подмены в памяти, да? Инфильтрации не было, колоколов нет, превращенных нет. Так у вас выходит? Выходит так? Растерянно согласился Кондрат Иванович. Ага! Торжествующе вскричал Олег. Тогда всего один вопрос. Что же вы меня, больного бредом, в родной дом не пускаете? Положите на диван, дайте стакан воды, вызовите врача. Нет. Вы же сами сказали, я превращенный, поэтому вы меня боитесь. И надо мне в штаб зачистки под огнеметы. От кого тогда зачистка, если превращенных нет? Откуда тогда у меня подмены памяти, если твари не жалят? Как вы эти нестыковки мне объясните? Кондрат Иванович пошатнулся и выронил один из костылей. Тот со стуком упал вглубь прихожей. Ты говоришь чудовищные слова, отчеканил он. Слышал бы ты себя со стороны. Он вдруг проворно изогнулся всем телом, силой захлопнул дверь и быстро повернул ключ. Олег сел на ступень лестницы и обхватил руками голову. Сидел так долго, пока внизу не раздали шаги. С пустым мусорным ведром поднимался бородатый сосед с пятого этажа. Здравствуй, Али. Грустно кивнул Олег. Плохи мои дела. Скажи, хоть ты, я человек еще или тварь, и всех вас скоро пережалю, если меня не остановить. Почему Али? Растерянно улыбнулся Али, поставил ведро и поправил челку. Ты же из сорок первой квартиры. Из сорок первой, подтвердил Али удивленно. Ты разве не Али, Раджабов? Я тебе машину чинил. Ты мне лоджию стеклил. У нас дочки в один класс ходят. Улыбка сползла с лица Али. Павлуша, ты пьяный или меня разыгрываешь? Возмутился Али. Нет, чтоб сказать. Анна Геннадьевна, дайте вам помогу картошку донести. Али положил руку на поясницу, с трудом нагнулся, поднял свое пустое ведро и заковылял вверх по лестнице. Павлуша? Повторил Олег потрясенно. Таська заглянула за гаражи на заброшенный дворик, осторожно раздвинула высоченную крапиву и ойкнула. «Все сюда!» – закричала она радостно. «Он здесь! Нашла! Нашла!» Вскоре прибежала Зоя, глянула и замерла. А следом уже внесли со всех концов двора Митяй, Кондрат Иванович, Раджабов, Пискарев. Они столпились вокруг тела, висящего на электрическом шнуре, привязанном к ветке старой яблони. Пахло крапивой, сырой землей и битым кирпичом. Таська подошла поближе. «Он умер, да?» – спросила она и хотела потрогать сизую ладонь, но Кондрат Иванович не разрешил. «Погоди-ка!» – произнес он и вдруг скинул свой ботинок, обнажив бурую палку вместо ноги с большой клешней на конце. Этой клешней он аккуратно прицелив, перекусил запястье прямо в том месте, где все еще светилась красная точка, но уже не пульсировала. Хрустнули кости. На землю вылилось немного крови, густой, как смола. Огонек потух. «Последний чип!» – сказал Кондрат Иванович. «Вот теперь точно все. А с остальными справимся. Можно уже не прятаться». Камуфляжный халат на нем вдруг разлетелся. Обнажив зеленые гусеничные складки, он проворно изогнулся всем телом и ввинтился. В землю сразу по пояс. Все обрадованно зашумели. Голова Таськи втянулась в плечи, плечи раздались в стороны, а руки превратились в клешни, которые она тут же погрузила в грунт. Рядом пульсировал и набухал митяй. Упал и покатился по земле Али, бесформенными кольцами выползая из надоевшей одежды и увинчивая в землю. И лишь Зоя медленно втягивала в ладонь свои пальцы по очереди, словно прощаясь с каждым. Вскоре на земле под старой яблоней с висящим телом остались лишь обрывки одежды и большие свежие дыры в подземный лабиринт. А сверху безучастно смотрели пыльные небесные колокола. Рассказ «Небесные колокола». Автор Леонид Каганов. И ссылка на источник. Плейлист на моем канале Леонид Каганов. Рассказы. Пять видео, озвученные мной. Особенно мне запомнился рассказ Леонида Каганова «Мне повезет», который я озвучил шесть лет назад. И ссылка на него. На этом все. Всего хорошего. Оглянитесь вокруг. Может быть. Канал Веб-Рассказ. Юрий Шатохин. Новосибирск. До свидания.